Добро пожаловать на пересадочную станцию. Сегодня мы отправимся в мир постапокалипсиса. Человек Ну и что мы будем с ним делать? Спросил противный тип в черной кожаной куртке с ярко-оранжевыми торчащими во все стороны волосами. Может, отрежем ему ступни и отпустим? Пускай попробует так побродить по раскаленному песку. Оранжевый прав. Согласился лысый здоровяк с топором. Много денег за мутанта мужчину мы не получим. Да и тащить его на своем горбу я не собираюсь. На десятки миль вокруг не было ни единого живого существа. И поэтому четыре мужчины, стоявших коршунами вокруг лежавшего на песке человека, казались толпой. А ведь он почти от нас и не отличается. Тихо произнес молодой парень с прожавевшей винтовкой в руках. О, в нас проснулся защитник сияющих! Издевательски прошипел слезняк с оранжевыми волосами. Он выхватил огромный ржавый тесак и принялся вертеть им перед носом молодого человека. Может, ты один из них? А ну-ка, сними курточку, я проверю. Эй, оранжевый! Грозно крикнул седой мужчина, протиравший грязной тряпкой ствол своего револьвера. Оставь парня в покое! Но Стоун, он сказал, что мутант! На хмуром покрытом шрамами лице старика появилось жуткое недовольство. Он подошел к оранжевому и уткнул ствол своего внушительного пистолета в кадык своему товарищу. Думаешь, ты здесь самый умный? Закричал седой, надавив револьвером. Оранжевый отпрянул в сторону, схватившись за горло. Стоун, ты чего? Прохрепел он, глотая воздух. Парень прав, мать твою. Этот мутант чертовски на нас похож. И знаешь что, оранжевый? Мне плевать. Мне глубоко насрать на то, мутант он или нет. Я убиваю их не потому, что ненавижу, а потому, что за их головы платят неплохие деньги. И если бы мутанты платили мне по сто золотых за голову человеческой сучки, то я бы и женщин убивал. К чему ты это все? Спросил оранжевый, потирая свой кадык. К тому, что нам ни к чему ненависть к мутантам. Оставь это для религиозных фанатиков. Ответил Седой, немного успокоившись. Думаешь, охотники ненавидят свою дичь? Вот и ты относись к сияющим, как к добыче. Оранжевый озадаченно почесал затылок. Неожиданно заговорил лысый бугай, стоявший, опираясь на свой топор. Уткнутый длинной рукояткой в песок. «Босс, ты что-то сам на себя не похож. О чем ты говоришь? Ты же знаешь, что это не для нас. Нам бы порубить кого на куски да кишки бы повыпускать. Так ведь, оранжевый?» «Это точно!» Согласился Слизняк, сверкнув своей беззубой улыбкой. «Нихрена вы не поняли, безмозглые идиоты! Я ненавижу этих сектантов, которые верят в то, что человек должен быть только таким, каким мы видим его на довоенных рисунках. Они платят нам за убитых мутантов. Но если найдут у тебя шестой палец на ноге, то сожгут тебя живьем. А твое обгоревшее тело бросят детям, чтобы те распотрошили его палками». «Да это же самое интересное!» Крикнул оранжевый. «Обожаю смотреть, когда издеваются над мутантами, и ты не заставишь меня любить их!» «Да я и сам терпеть не могу этих гадких полулюдей!» С презрением сказал Седой, посмотрев на лежавшего лицом вниз мутанта. «Но сказать, что люблю человечество, я не могу. Я люблю деньги и белых девиц с голубыми глазами, а на все остальное мне насрать. Я лишь хочу сказать, что когда-нибудь сияющих станет больше, и тогда нам всем настанет конец». «Ну и что ты предлагаешь отпустить его?» спросил оранжевый. «Нет, ну и отрубать ступни мы не будем. Просто убей!» «Вот это я понимаю! Старина Джек Стоун снова в строю!» обрадовался Слизняк. «А то я уже было поверил, что ты его отпустишь!» «Ты знаешь, что делать, оранжевый!» Уходя, приказал Стоун. «А вы собирайте вещи, мы уходим!» Молодой парень закинул винтовку на плечо и принялся собирать разбросанные консервы в свой рюкзак. Здоровяк неохотно поднял топор и что-то, бормоча себе под нос, громоздил огромный окровавленный мешок себе на спину. Оранжевый, напевая какую-то песню, направился к мутанту. По дороге он ставил патрон в обрез охотничьего ружья и вскоре с предвкушением направил оружие в затылок парня, лежавшего на песке. Послышался позади голос громилы. «Не трать патроны, тупица!» Скрипя остатками зубов, Слизняк положил обрез и достал свой проржавевший от запекшейся крови тисак. Он перевернул мутанта на спину и приставил лезвие к его шее. Со спины мутант ничем не отличался от обычного молодого человека с короткими черными волосами, но спереди было видно, как над ним потрудилась радиация. Кожа на его обнаженном торсе была бледного пепельного оттенка. Он не был уродом, как многие родившиеся после военной пустыни. Кроме цвета кожи, от людей его отличал лишь необычный разрез глаз. «Прощай, мой друг!» Ихидно улыбнувшись, сказал Оранжевый. «Надеюсь, еще один рот у тебя на глотке не сделает тебя менее человечным». Слизняк жал тисак покрепче, но вдруг глаза мутанта резко распахнулись. Это были два испепеляющих кроваво-красных глаза. От неожиданности Оранжевый отпрянул назад, но, опомнившись, замахнулся тисаком. Его зрачки расширились, ожидая кровавого месива, однако быстро превратились в точки, увидев пропитанное порохом дуло обреза. Прозвучал выстрел, одновременно со звуком лопнувшей черепной коробки и насыщенный песком и пылью в воздух на секунду окрасился в бордово-красный. Бросив обрез и подхватив тисак, мутант кинулся к оборачивающимся на выстрел людям. Он мчался рывками, то почти перегибаясь к земле, то перепрыгивая через камни и пустынные кустарники. Ближе всех находился лысый здоровяк. Он-то и собирался остановить мчавшееся создание тяжелым ударом топора, но его увесистое оружие просвистело мимо. Увернувшись от удара, мутант ударил громилу тисаком по затылку, срубив половину его лысой головы. Джек Стоун уже успел выпустить несколько пули своего крупнокалиберного ливарвера, но все они не достигли своей цели. Его морщинистое лицо нахмурилось, все мышцы напряглись, пытаясь удержать на прицеле движущегося с поразительной быстротой получеловека. Боковым зрением Стоун видел, как покатились окровавленные головы из мешка громилы, а в 30 метрах уже блестели налитые кровью глаза мутанта. Он мчался по песку, резко меняя направление. Казалось, предчувствуя момент выстрела, он в последнюю секунду метался в сторону. Пули то просвистывали мимо, то попадали в землю, поднимая небольшие фонтаны песка. Когда в барабане револьвера остался последний патрон, Джек Стоун крепко сжал рукоятку пистолета обеими руками. Он напрягся, выжидая момент для последнего выстрела, но неожиданно получеловек резко метнул свое оружие. Тесак никогда не являлся метательным предметом, но запущенный с нечеловеческой силой, он, разрезая в воздух, летел, как пушечное ядро. Через секунду ржавое лезвие ударило Стоуна в грудь, и тот, пошатнувшись, рухнул на землю. Воцарилась мертвая тишина. Эхо от выстрелов утихло, головы из мешка перестали с грохотом прыгать по камням. А мутант резко остановился, устремив свой кровавый взгляд в сторону стоявшего в оцепенении молодого человека. Тот сцепился в свою винтовку обеими руками, и, казалось, он вот-вот переломит ее пополам, как сухую ветку. Подойдя к лежавшему на песке Стоуну, получеловек выдернул тесак из его груди и медленно направился к окаменевшему от ужаса парню. Но вдруг тот заговорил. «Прошу тебя, не убивай меня! Я такой же, как ты!» Молодой человек бросил винтовку и принялся лихорадочно расстегивать пуговицы на своей пыльной куртке. Вскоре показалась грудь, наполовину покрытая чешуйчатыми наростами. «Видишь? Я один из вас! Не убивай меня! Умоляю!» Мутант остановился, моргнул своими красными лишенными зрачков глазами и резко рванул прочь. Через несколько секунд его силуэт исчез в бескрайнем океане пустоши. Парень еще долго смотрел ему вслед, но вскоре его ноги не выдержали, и он неуклюже сел на землю. «Говоришь, ты один из них!» Прозвучал хриплый голос. Вздрогнув, парень поднял голову и увидел седого мужчину, стоявшего во весь рост. «Я всегда говорил, укрепляйте свою одежду. Мало ли что можно ожидать от этих полулюдей!» Он скинул свою черную накидку и вынул из-под куртки толстый кусок автомобильной резины. «Выдержал, а черт бы ее побрал!» Молодой человек так и продолжал оцепенело сидеть, наблюдая, как Джек Стоун добавляет патрон в барабан и медленно взводит курок своего револьвера. «Послушай, сынок, какими бы быстрыми, сильными и выносливыми вы мутанты не были, будущее все равно останется за самым кровожадным существом на планете!» «За человеком!» В подтверждении своих слов, Стоун хладнокровно размажил парню голову пулей крупнокалиберного пистолета. С возвращением! Если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк и напишите свой отзыв в комментариях. Ну а если вы хотите отправиться в следующее путешествие, просто выберите одну из иконок на экране. И да, до встречи в следующих мирах.